Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное видео о полезных, необходимых приборах. А именно ультрафиолетовых стерилизаторах и рециркуляторах. Да, можно назвать это видео рекламным, и это прекрасно, так как товары, а именно приборы, о которых я вам сейчас расскажу, действительно нужны, так как полезны. Более того, необходимы в каждой семье. Тем более, если в вашей семье есть люди пожилые, больные, или люди с ослабленным иммунитетом. А в местах общего пользования просто должны быть непременно и по совести, и даже по закону. Скажем, в медицинских учреждениях еще во времена СССР в обязательном порядке устанавливались ультрафиолетовые рециркуляторы, то есть ультрафиолетовые лампы-приборы для обеззараживания воздуха в местах скопления людей, в медицинских кабинетах, приемных, в детских учреждениях, а во времена эпидемий практически везде. И знаете, что экологически чистых, если можно так выразиться, способа уничтожения в воздухе всех видов инфекций, то есть всего, что передается воздушно-капельным путем, вирусов, грибков, бактерий, всего только два. Два способа. И я сейчас кратко, но полно вам поясню эти два принципа, два способа, расскажу о двух типах приборов, покажу их визуально и поясню, какие разумнее покупать и где, для чего, какие использовать. Итак, первое будет про озонирование, второе про ультрафиолетовую стерилизацию, плюсы и минусы. Первое это озонирование. Да, озон убивает все и не только в воздухе, но и то, что с воздухом непосредственно соприкасается. То есть озон уничтожает все инфекции, более того, и паразитов, и даже насекомых, при определенной своей концентрации в воздухе, находящихся на потолке, полу, в стенах, на столах и на любых иных предметах, которые находятся в данном помещении, в месте обработки. Но при включенном озонаторе категорически нельзя находиться в обрабатываемых помещениях, так как озон вреден, губителен и для глаз, и для кожи, и для легких. Включать озонаторы лучше по таймеру. Входить в помещение после обработки можно через 3-4-5 часов. Или так, вбегать в комнату, не дыша, то есть на вдохе, быстро выключить прибор и открыть окно для проветривания. Быстро это сделав, удалиться из данного помещения, плотно закрыв за собой дверь. Проветрить помещение нужно от 10 минут, в зависимости от объема, размера окна и других факторов, до ослабления концентрации, которое можно ощущать при характерном запахе озона до уровня, скажем, как после грозы. Подробнее все указывается в инструкциях. Обязательно их читайте до начала применения озонаторов. Как правильно подобрать концентрацию озона, то есть на какой объем помещения какую модель подбирать, я поясню в конце этого видео, хотя на нашем сайте есть подробное описание. Также на нашем сайте nadgar.ru вы найдете и простые бытовые модели для малых помещений, скажем, санузлов, прихожих, кладовок и большей мощности, которые вырабатывают до 20 грамм озона в час. А под заказ делаются модели до 100 грамм вырабатываемого озона в час, то есть для крупных складов, хранилищ овощей, фруктов, больших подвалов и так далее. Разумнее включать такие, тем более крупные озонаторы в больших помещениях по таймеру, скажем, на ночь. Вот для уничтожения плесени в подвалах, по грибах подходят только озонаторы. С этим ультрафиолетовые стерилизаторы не справятся. Когда уже есть плесень в помещениях, на предметах, поверхностях, кроме страшных ядов, типа хлорки или формалина, подойдут только озонаторы, причем с очень большой мощностью, то есть которые выделяют большую концентрацию озона. Если же инфекции присутствуют только в воздухе, чтобы не заразиться от другого человека в местах общего скопления людей, чтобы ваш гость не занес вам в квартиру ту или иную инфекцию, скажем, сезонную, тут подойдет именно ультрафиолетовый стерилизатор, рециркулятор, так как озонаторы, напоминаю, не должны работать в присутствии людей, животных, а ультрафиолетовые стерилизации могут. Итак, пункт номер два. Ультрафиолетовая стерилизация. Тут общий принцип работы таков. Воздух выдувается из вентиляторов корпуса прибора. С другой стороны корпуса прибора воздух засасывается в него и проходит между колбой ультрафиолетовой лампы и трубкой внешнего корпуса через определенный рабочий зазор. Проходит воздух за определенную единицу времени, чтобы время обработки проходимого объема воздуха через прибор хватало для гарантированной дезинфекции проходимого через прибор воздуха за одно прохождение. Но для точного эффекта необходимы качественные приборы, то есть все детали и высокая точность изготовления. Самое главное в их применении это абсолютная безопасность для всех людей, животных, растений, так как в воздухе данного помещения, где работает вот такой ультрафиолетовый стерилизатор, рециркулятор, нет ни озона, ни других газов, вообще ничего не выделяется, но при этом такие приборы способны уничтожить до 99,09 всех находящихся в воздухе данного помещения комнаты, бактерий, вирусов и грибков. То есть будут уничтожены все возможные инфекции, причем не меняя при этом состав газов в воздухе. Приборы такие покупаются из расчета на объем стерилизуемого воздуха в закрытом данном конкретно помещении. Но расчеты эти всегда все неверные. Они реально превосходят реалии. То есть то, что указывает тот или иной производитель, всегда и без единого исключения. Дело в том, что не учитывается очень много факторов. В том числе не учитывается то, что весь объем воздуха в помещении не пройдет за расчетное время через прибор, так как слои воздуха перемешиваются и инфекции остаются. Просто как бы разбавляется их концентрация. Потому надо брать ультрафиолетовый стерилизатор или циркулятор всегда с двойным, а лучше тройным запасом КПД. Скажем, если модель рассчитана, как заявляет производитель, на 20-метровую комнату с высотой потолка в 3 метра, то есть на 60 кубометров воздуха, то эта модель реально и гарантированно подойдет на помещение с 20 кубометрами воздуха. Тут вообще, как говорится, кашу маслом не испортишь. Можно взять и в 20 раз более мощную модель, если позволяют средства. Тогда в разы быстрее помещение продезинфицируется. Тогда при большем количестве людей в помещении возможность заражения любыми инфекциями при их занесении в данное помещение хотя бы одним или несколькими людьми будет в разы ниже, чем если бы расчет прибора на объем помещения был по номиналу, как говорится, по паспорту. А так с тройным запасом каждый кубический сантиметр воздуха точно будет обработан от любых инфекций. Так вот, самые качественные, самые лучшие и долговечные приборы вы можете приобрести у нас на нашем сайте nadgard.ru. А теперь я пробегусь по моделям, а потом скажу о преимуществах данных конкретных рециркуляторов перед иными прочими. Итак, модель в 20 ватт. Меньшей мощности брать нет никакого смысла. Рассчитан 20-ваттный рециркулятор на помещение до 70 кубометров воздуха по паспорту. Реально берите данную модель на помещение до 30 кубометров. Если у вас помещение больше, берите или более мощную модель, или вот таких, но только две штуки. Это вообще будет идеальный вариант, так как если поставить два прибора в одну комнату, скажем, по диагонали, в два противоположных угла, то эффективность такой компоновки и применения возрастает уже в три раза из-за более быстрого перемешивания воздуха в помещении без застойных зон. То есть воздух в помещении быстрее пройдет через два стерилизатора, чем меньше объем воздуха в два раза через один. Итак, для небольших, скажем, детских комнат до 10 квадратных метров этот прибор подойдет идеально. Если взять два, то подойдут на комнату, скажем, в 20-25 квадратных метров. Сейчас перед вами 40-ваттная профессиональная уже модель. Рассчитана она на помещение до 150 кубометров по паспорту. Но всегда помните, указывается до, и это указывается грамотно, потому что в зависимости от разных обстоятельств это может быть и на 150 хватит, а может быть не хватит и на 20-30. Если, скажем, в одну маленькую комнату забить большое количество людей, понимаете? Будем считать реально до 70-80 кубометров. Скажем, на комнату в 20-30 квадратных метров такого прибора в принципе хватит. Но если взять два таких прибора, то они обработают гарантированно и быстро помещение в 50-70 квадратных метров при высоте потолков в 3 метра. Кратко, но чуть подробнее про этот прибор. Этот ультрафиолетовый рециркулятор с таймером и блоком управления с сенсорным экраном. И этот, как, впрочем, и все другие модели, о которых я сейчас вам говорю, соответствует всем рекомендациям Роспотребнадзора. Проходят все проверки Роспотребнадзора, если ставятся данные приборы в помещение общего пользования в магазины и так далее. Этот прибор подходит для медицинских учреждений, безусловно, для школ, ресторанов, кафе, для разных офисов, салонов красоты, фитнес-клубов и так далее. В этот прибор устанавливаются специальные ультрафиолетовые лампы с ресурсом более 8000 часов непрерывной работы. Корпус этого прибора, как, впрочем, и всех остальных, изготавливается из высококачественной промышленной стали, а не из поганого пластика, что предельно важно. И, кстати, данный рециркулятор, несмотря на свою мощность, имеет предельно низкий уровень шума. Вдумайтесь, он составляет 24 дБ. Это эквивалентно разговору двух людей шепотом. Поэтому данный прибор можно ставить даже в непосредственной близости. Скажем, от рабочего места. У многих людей компьютеры работают гораздо более шумно. Подробнее информацию прочтите по ссылке. Она, как и на другие приборы, будет под данным видео. Ну а теперь прибор мощностью 180 Вт. Это промышленная модель, которая обрабатывает до 1000 кубометров воздуха в час и используется на площадях до 1000 квадратных метров. По паспорту. И эта модель идеальна для магазинов, приемных, офисов, где бывает большое скопление людей. Для овощных, скажем, складов, хранилищ, чтобы не заводилась плесень и не портился товар. Или для тех людей, кто хочет быстро и на 100% из 100 уничтожить все инфекции, скажем, своей гостиной. Если там собирается, например, большое количество людей, приходят новые люди. Но реально давайте считать до 400 квадратных метров площади. Так как в огромных помещениях большая, как правило, длина и ширина этих помещений. Особенно, если это не прямоугольная, скажем, комната, а сложная конфигурация данного помещения. Но если поставить два таких прибора, то действительно 1000 метров это реально. Если есть финансовая возможность, берите такой ультрафиолетовый стерилизатор. Для своего помещения, хоть оно будет и всего 70 или 100 квадратных метров. Ну а тем более, если это, скажем, магазин. Там, конечно, нужен больший запас, как говорится, КПД. При большой опасности заражения я бы лично поставил такую модель даже на приемную, скажем, в 50 квадратных метров. Тогда была бы полная абсолютная уверенность, хоть там чем человек входящий будет болен, хоть у него будет ТИФ или лихорадка Эбола. И это будет уже неважно, обработка будет абсолютная и молниеносная. Итак, еще раз, кашу маслом здесь не испортишь. И это не азонатор, при котором дышать нельзя, хотя, конечно, азонаторы обрабатывают гораздо эффективнее помещения. Само собой. Более подробно об этой модели. Да, это самый мощный на рынке профессиональный бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор. Он имеет 6 мощных ультрафиолетово-бактерицидных ламп из увиолиевого стекла мощностью 30 Вт каждая, суммарная мощность 180 Вт. Длина волны 253,7 нанометра. Это обеспечивает самую высокую бактерицидную эффективность на уровне почти 100% обеззараживания. Более детально изучите по ссылке под этим видео. Теперь еще об одном интересном приборе. Этот прибор 99, ну, практически 100 Вт, но он влагозащищенный. И это первый влагозащищенный профессиональный бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор. Он рассчитан до 300 метров обрабатываемого помещения. Реально до 120-150. Данный прибор можно поставить в бассейн или в любое другое помещение с повышенной влажностью. Уровень шума также всего 24 дБ. Внимание! Этот прибор одобрен Роспотребнадзором для общественных мест, включая влажные помещения. Разумеется, в любые помещения его ставить можно. Никаких коррозий, ни одного элемента внутри прибора быть не может даже при установке во влажных помещениях. Минимальный срок службы данного прибора не менее 10 лет. Реально гораздо больше ломаться, портиться, окисляться там нечему. Срок службы ламп в данном приборе 9000 часов. Теперь еще о двух уникальных приборах. Во-первых, это ультрафиолетовый стерилизатор для любых поверхностей. Помните, у нас был и есть стерилизатор водяной? Стерилизатор поверхностей, в котором используется вода. После 30 секунд генерации образуется гидроксилорадикал. Вы брызгаете поверхности, там за несколько секунд уничтожаются все вирусы, грибки, бактерии. Этот же прибор не требует воды, потому что в нем установлена специальная ультрафиолетовая трехваттная лампа. Прибор сверхкомпактный, всего 12,5 см на 3,5 см на 2,5 см. Вместится в любую сумочку, любой карман. Весит он без батареек 65 грамм. Батарейки используются 3А, которые не идут в комплекте, сразу скажу. Для чего он подходит? А для любой стерилизации любых поверхностей, например, медицинских масок, перчаток, дверных ручек, телефонов, душек, унитаза, любых детских игрушек и так далее. Всего 10 секунд. И зона обработки за эти 10 секунд полностью лишается всех инфекций. Ну и цена данного прибора просто копеечная, всего 6 тысяч рублей. Кстати, сама лампа, используемая в данном приборе, заменяемая и работает безумное количество. 20 тысяч часов. Кстати, прибор этот имеет еще и защиту для глаз. Ну, чтобы ультрафиолет не повредил роговицу. Мало ли. Ну и напоследок, уникальный прибор-детоксер продуктов питания. О нем вообще надо сделать, конечно, отдельное видео. Вы уж прочтите, не поленитесь описания. Под этим видео будет ссылка, разумеется. Кратко сейчас скажу вот что. В емкость с водой помещаются овощи, фрукты, зелень, не важно. Ставится туда этот прибор. Включается, и он практически полностью уничтожает остатки пестицидов, фосфаты, хлориды, выводит в воду из продуктов. Тяжелые металлы, но тогда продукты порезать надо, правда. Уничтожает плесень и другие вредные вещества, которые находятся в продуктах. Скажу сразу, что я пока данный прибор полностью не изучил. Это информация по заявлению непосредственно производителя. Но по результатам испытаний данного прибора в лабораториях и Европейского Союза, и, хочу это отдельно выделить, в Швейцарии, эффективность удаления токсичных веществ установлена, и она находится в диапазоне от 93 до 99%. Вот так. Этот детоксер очень прост в использовании и понятен даже чисто интуитивно. Но подробное описание, разумеется, есть в инструкции и под товаром у нас на сайте тоже. Что ж, это, конечно, идеальный подарок и нужная вещь, безусловно. Ну а теперь, в чем же уникальность ультрафиолетовых стерилизаторов рециркуляторов? Во-первых, у данных конкретных моделей, конкретно у данных приборов, установлены уникальные бесшумные вентиляторы, что предельно важно, иначе звук работающих вентиляторов может раздражать, ведь данные рециркуляторы должны работать постоянно в помещениях, а постоянно быть, находиться в шуме, это безумие. Еще в данных моделях отображается оставшийся ресурс ламп в часах и остаточная бактерицидная эффективность в процентах. Представляете? То есть, насколько это удобно и важно знать, когда же нужно будет менять ультрафиолетовые сами лампочки. Кстати, эти лампы, разумеется, вы сможете потом, когда это будет нужно, приобрести у нас. Не волнуйтесь, без самих заменных ламп, мы вас не оставим, тем более, что эти лампы стандартные и выпускает их несколько производителей, как отечественных, так и импортных. В-третьих, все детали данных приборов и все лампы отечественного производства, причем лампы более качественные, чем, скажем, лампы Philips или Osram. Да-да, это именно так. Все эти элементы оборонных предприятий и поставляются на экспорт во многие страны мира. В-четвертых, корпус не пластиковый, я уже говорил об этом, а металлический, а это экологично и надежно, и долговечно. Ведь любой пластик вреден, да и загрязнять окружающую среду когда-то придется. Потому металл предпочтительный, безусловно. В-пятых, пользователь может настроить автоматическое включение, выключение прибора по дням недели, по часам с неограниченным количеством интервалов включения. И это очень удобно и экономично. В-шестых, ультрафиолетовое излучение приходится на длину волны 253,7 нанометра, а это наивысшая бактерицидная эффективность, приближенная к 100%. И, конечно, я уже говорил, есть модель, которая может работать во влажных помещениях, в санузлах, бассейнах и влажных подвалах. Не забывайте, если вас заинтересовали данные приборы, а вы находитесь в Ютубе, смотрите это видео, нажмите под роликом слово «Еще». Откроются ссылки. В открывшихся ссылках вы увидите переход, ссылки на все те приборы, о которых я сегодня в этом ролике вам говорил. Эти приборы, конечно, идеальные подарки к любому празднику, к дню рождения того или иного человека, на Новый год, на иные праздники. Часто люди покупают друг другу подарки не потому, что они нужны другому человеку, а потому, что так положено, нельзя идти с пустыми руками в гости, это понятно. А теперь представьте, насколько иногда подарок может быть действительно ценен человеку и показать реально, насколько этот человек, то есть его друг или родственник, не безразличен тому, кто ему дарит данный подарок. Действительно, очень редко люди дарят нужные, хорошие подарки, которые тот человек, кому вы дарите этот подарок, оценит, и может быть не сразу, но чуть позже, и будет добрым словом вспоминать того, кто ему это подарил многие годы. И вот к этой категории относятся именно вот эти все приборы. Кстати, не забывайте, у кого еще нет персонального генератора водорода и свободных электронов, вот вам видео. Посмотрите вот это мое видео, предпоследнее по дате выхода на моем канале, с названием «Живая вода, водородная вода» непременно. И вот новая лучшая модель из всего, что когда-либо было прибор Neopen. О нем я еще сниму отдельное видео, пока до этого руки не доходят, да и смысла нет, очень мало этих приборов и производство наше не справляется с необходимым количеством по запросам на данный прибор. Обратите внимание на моем сайте на раздел «Устройства, снимающие статическое напряжение», то есть раздел «Заземление и защита от статики». Это предельно важная тема. Посмотрите об этом данное мое видео. И да, это очень важные жизненно необходимые устройства, изделия, тем более в наше время и особенно для жителей городов, особенно многоэтажек. Я говорю о снятии статического напряжения. К сожалению, эта тема непонимаема многими людьми. Рекомендую изучить и раздел «Приборы по воде». Что ж, дорогие товарищи, пишите свои вопросы, изучите, пожалуйста, вот эти ссылки, которые я даю под этим видео, перешлите ссылку на это видео своим знакомым, друзьям, близким, ведь данные приборы в нашей, к сожалению, уже искусственной жизни, к сожалению, пусть и, но жизненно необходимы. На этом на сегодня все. Скоро будут другие интересные видео на моем канале. Не забывайте подпишитесь, кто еще не подписался. Нажмите на колокольчик, на уведомления о выходе всех видео. Не забывайте проверять подписку. Приходят ли вам новые видео? Я публикую обычно два, как правило, три видео в неделю. Имейте это в виду. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.